Это моя мама, Самара. Ты такая сидишь. Голодца. Всем привет. Всем привет, меня зовут Лиза. Добро пожаловать ко мне на канал. И да, это то самое совместное видео с моей мамой. Это моя мама. Ее зовут Татьяна. И мы сегодня вместе будем играть в Евротрак Симулятор 2. Будем играть в режиме конвой. Я буду на Трастмастере Т300, а мама на Logitech G29. Сейчас мы сидим вместе, но мы, естественно, разойдемся. Будем сидеть в разных комнатах. И у нас у каждой будет по рулю, как я уже ранее сказала. И мы будем играть. Мама, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя водительские права? Да. Но ты давно не ездишь. Да. У мамы есть водительские права, но она давно не ездила за рудом. И перед началом ролика я хочу вас предупредить, что моя мама не играет в игры вообще. Поэтому в некоторых моментах она не будет понимать, что я от нее хочу. Но даже эти недопонимания становятся смешными. И я прошу вас не судить строго и отнестись с юмором и пониманием. Также в описании есть ссылочки на мой второй канал, где я играю в игры, не связанные с симуляторами. Там же вы найдете ссылочку на группу ВКонтакте и мой Инстаграм. А теперь приятного просмотра. А сейчас я выберу груз, и мы с тобой поедем за грузом. Мы находимся в Таллине. Нет, мы находимся в полдисках. Сейчас повезем груз. Моцареллу повезем. О, классно. О, все. Так. И теперь, мама, давай езжай за мной. Мы сейчас поедем в компанию, ты едь за мной. Здорово, а передо мной забор. Ну ты сдай назад. Ага. А, подожди, стояночный тормоз не мельчится. Да, да, да. Все, давай, езжай. Вот и молодец. Да забор на самом деле не так близко был, поэтому. А, стоп, 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 стоп. Так, сейчас я поворачиваюсь. Да. А, я за тобой поеду, да? Да. Мы с тобой сейчас за грузом поедем. Так, назад-то я еду. А вперед нет. Еду. Нажми на педаль газа. Ага. То есть тут... Так, сейчас мне надо ехать за тобой. Да. Ага. Вот. Вперед. Нет, вперед. Ну, можно назад. Нет, вперед, нажимай на педаль газа. Называю. Пишет. Включен стояночный тормоз. Отключаем стояночный тормоз. Вперед. Ну, поехали. Вперед, все, поехали. Все, поехали, поехали. Все, молодец. Я слишком быстро ехать. Там написано даже, что это ты едешь. Да, это я. Все. Успеваю, Женый. Поворотники, наверное, показывать, да? Ну, да, можешь показывать, но, в принципе, ничего страшного, если ты запутаешься. Главное, мне не въехать тебя. Да, не беда. Так, поворачиваем. Сюда. Да. Ой, божечки. Божечки. Все, поехали, поехали. Ты видишь меня, да? Я вижу, вижу, я слежу за тобой. Прямо, прямо. Я буду для тебя поворотники показывать. Вот так, я сейчас на газ нажимаю, а потом надо на тормоз нажимать, да? Ну, в теории, да. Ага. Вот. Вот ж, божечки. Ну, все, мне кажется, ты уже привыкаешь. Помоляйся. Понемножку. Мы сейчас с тобой только за грузом поедем, потом еще и груз повезем. А, еще обратно груз повезем. Да, груз к тебе прицепят. И к тебе тоже. Тормози. Ага, затормозила. Сейчас мы налево, да, повернем? Налево, налево. Вот так вот, аккуратно поворачиваем. Самое главное же, где лево вспомнить. Вот лево тут. О, ё-ё-ё-ё-ёшечки мои. Все хорошо. Все в порядке. Поворачиваем направо. Ага, направо. Направо. Давай, поворачивай. Да-ой. Ой-ой-ой. Да вот, все хорошо. Хорошо, едем. Ох, мощно. Вот, а не, нормально. Так, и приготовься тормозить. Вот сейчас повернем направо. О, добро пожаловать, написано в полдиски. В полдиски. Это город в Латвии. Ой, подожди, мы в Эстонии. Где мы, мы в Эстонии, да? Куда? И вот сюда, мама за мной. И вставай. Ой-ё-ё-ёшечки. Ё-ё-ёй. Вот сейчас вот вставай. Где я прямо? У тебя... Ага, встала. Голов... Нет. Где я? В меня въезжай. Сейчас тут можно сквозь друг друга проехать. Да? Да. Это такая зона, где можно проезжать сквозь друг друга. И прямо чётенько останавливайся, где я вот, да? У тебя появилось уведомление. Ну вот, надпись такая, что... Чтобы ознакомиться со списком предложений, нажмите Эвтор. Да, да, да. Нажимай... А, нет, подожди, не нажимай. Это я должна. Вот, всё, я выбрала себе моцареллу, груз, а ты нажми Эскейп. Всё, наконец-то. Так, у тебя заведён грузовик. Да, всё, о, я внутри. Так. В кабине. Ага. Заведён такой... Всё. Да. На навигаторе ты видишь зелёный флажок? А, да. Вот, посмотри. Да, да. Видишь, у тебя один из прицепов должен быть подсвечен, да? Ой, кто-то уехал. Это я. А я? Ну, а ты тоже сейчас должна будешь взять прицеп. Смотри, что я делаю. Всё, давай. Видишь, я паркуюсь к прицепу. Я подъехала. Ну да, паркуешься, ага. Сдала назад. Назад, ага. И... А, вижу, паркуешься к прицепу. Приехала и забираю его. Так. Так. И видишь, фокус, и я уже с прицепов. Круто. Теперь ты должна сделать то же самое. Какой я возьму прицеп? Тот прицеп, который тебе нужно взять, у тебя на карте, вот ты говоришь, зелёный флажок есть. Ага. Ты должна посмотреть по сторонам, найти прицеп, который как будто бы вокруг него такой белый контур, и на него такая белая стрелочка анимирована. Ты отъедь, 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 ты мне мешаешь. А ты можешь тут сквозь меня ехать. Ага. Ну вот я вижу, два прицепа стоит. Ничьи. А чё, нельзя их взять? Не, мам, посмотри налево. Видишь, как у меня прицеп должен быть? БЛТ. БЛТ. А, ты перед собой сейчас видишь. Ну, я тоже, я к такому же подъезжаю. Ты паркуешься уже? Сейчас я попробую. Но он подсвечен, что именно этот прицеп нужно взять. Чем он подсвечен? Но на него такая стрелочка должна указывать, белая. Потому что там прицепов несколько, и только один из этих прицепов подходящий. Угу. Угу. Сейчас я назад сдам. Ой. Ничего-ничего, дальше легче будет. Назад-то как ехать? На тормоз нажимаешь. На тормоз нажимаем. И едем вперёд. А, на тормоз, на тормоз. Угу. Я перепутала газ и тормоз. Назад, едем назад. Едем назад. Так. Так, так. Где я? Где? Где? Я на синенькой. Да. А может ты мне как-то проще объяснишь? Вот я буду ездить возле каждого прицепа. Ты говоришь, это он, это не он. Я не могу узнать, какой прицеп тебе нужно взять. Ладно, давай сделаем по-другому. Нажми на клавиатуре циферку ноль. Нажала. Нажала. Теперь у тебя вид, как будто бы ты под колёсами где-то, да? Да. Справа на клавиатуре у тебя есть такой, типа, numpad. Там цифры четыре, восемь, два и шесть. Вот, это типа стрелочки. Ты при помощи этих стрелочек просто встань на дорогу. Ну вот, как будто бы ты на дороге, представь. Поставь себя на дорогу. А, ты разворачиваешься, да? Угу. А ты меня вообще не видишь, как я еду? А ты едешь? Нет, ты не едешь. Мою машину ты не видишь? Так, нажми сочетание цифр control и f9. Божечки, сейчас f9. Нет, одновременно control и... Зажимая control нажимаешь f9. Да, да, я поняла. Зажала. Так. Ты где? Так. А где ты? Подожди. Control в 9 я нажала. Так. Поверьте вперед, я тебя не вижу. Ой-ой-ой-ой, ёшечки. А где ты? Я тут в дрова. В дрова? Нет, тут в дрова. В дрова? Ну, щас. Подожди, она сама поехала без меня. Я тебя не могу найти. Ну-ка, стой. О, вот ты. А почему... Оу! Слушай, я щас приду, помогу, короче. Щас, подожди. У меня тут трава. Цветочки. Ооо, ой-ой-ой. Ой-ой, ёшечки. Нет, всё нормально. Короче, взять груз, это вообще невозможно. Да нет. Вполне... Возможно. Ооо, это я в кого-то въехала? Да? Ну, нет. Вот зелёный флажок, видишь? Да. Это к нему надо было подъезжать. Видишь там подсвеченный прицеп? Где? Вон. Ну, да. Вот. Беленькая. Да, да. Ну, над ним ещё что-то. Не над вот этим, а над следом. А, за ним, да. Туда я к нему. Опай подъедь. Угу. Ой. Ой-ой-ой. А, вот. Назад-назад. Вон он в зеркале видно. Да. Всё хорошо. Ну, мы же потом по прямой поедем. Да, потом по прямой. Ага. Всё, давай назад, ориентируйся по зеркалам. Ага. Ой-ой-ой. Чё-то я творю вообще. Ты можешь сквозь меня проехать. Да? Да. Сейчас, да. Проезжай, проезжай. Нормально. И уже начинай руль выворачивать. Не в ту сторону. Угу. Видишь, вот, тебе нужно состыковаться будет. А, вот это мой шкаф. Да. Это же мой пост, по-моему. Да. Прямее чуть-чуть. Так у меня получится. Так. Так. Ты нажимай. Я вот тут, а уже специалист, конечно. Оп. Ага. И на педаль газа. Стоп. Эй, мама-мама, стой, стой. Возвращайся. Возвращайся. Возвращайся, брат. О-о-о-о. Да как так? Подъедь. Как же так-то? Так. Стоп. Мощно. Всё, ещё будем продолжать. Так, мама. Да. Всё. Теперь ты готова ехать. Да? Ты можешь ехать сама впереди, по красной линии, как я тебе говорила. Либо ты можешь ехать следом за мной. Лучше бы, конечно, ты, наверное, впереди ехала. Или следом за тобой. Ну, тебя тогда будет хуже видно, конечно. Попробуй по навигатору вперёд ехать. Вот сейчас, как он тебе показывает. Ну давай, попробуй. Ты же пользовалась навигатором на машине же в реальной жизни? Ну вот. И всё. Вот зелёные треугольнички, они показывают, куда тебе нужно двигаться, в какую сторону. Сейчас вот мы с компанией выезжаем. Вот я не в которую выезжаю. И должны будем повернуть налево. Честно. Давай, разворачивайся. Нормально, нормально, выворачивай, ты пройдёшь. Ой-ёшечки. Всё, едь вперёд. О, вот я тебя вижу. Вот, всё. И выезжай к выезду. Ну ты тоже выезжай, нет? А я за тобой следом. А я проеду? Да, ты сквозь меня сейчас можешь. Но как только мы выйдем из компании, уже нельзя будет сквозь друг друга проезжать. Давай, чтоб тебя не путать, я отъезжаю. А, татошечки. А, габариты, габариты. А, там вопрос какой-то. Не-не-не, это ничего. Назад? Назад, да, сдавай. Я догадалась. Так, и теперь боя аккуратно. О, боже мой, я там всё снесла. Когда ты говоришь стоп, грузовик не останавливается. Надо нажимать на педали. Да. Да. Почему у него нет такой опции? Всё. Всё, и теперь ты аккуратненько радиус побольше и выезжай. Так, радиус побольше и... Вот. Молодец. И всё. И сейчас из этого выезда нам нужно будет перейти налево. Что такое? Кто-то была знакомиться со списком. Да нет, это не обращай внимания, просто езжай. Так, и ты... Даже я пытаюсь вперёд, а оно не едет вперёд. Сейчас, прямо сейчас выверни руль налево. Вывернула. И газ нажми. Во, едет вперёд. Нет, не поедет. Не застряла. Сдавай назад, ты снова застрял. И она, наверное, не вписалась, да? Ну да, немножко не вписалась. Сейчас вот руль выверни влево. Ага. Так, и вот поверни. Да-да-да, попробуй так. Во, жми-жми, пройдёшь. Давай-давай-давай-давай-давай. Да, в принципе, все водители грузовиков так и делают. Давай-давай, жми, ты пройдёшь. Чё, не пройдёшь? Боже, ложечки. Налево ещё выверни, значит. Руль влево. Руль влево. Педаль. Тапку в пол. Вот. Вов-вов-вов-вов-вов. Молодец. Молодец. Ты поехала. Налево. 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 И сейчас поеду ещё сюда. И сейчас ещё направо, да, там скоро. Ага. О, пошло. Ну и вот, и всё, видишь, ничего сложного. Сейчас поедем мы налево. Божечки. Да. Да. Божечки. О, господи. Страшно. Вообще. Всё, помоляясь, в путь. Да. Да. Мне вот подписчики подготовили в вопросе. Ответишь на несколько. Да. Интересный вопрос. Во сколько лет... Подожди, 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 на красный свет, надо останавливаться. Но мама в реальной жизни как? Да. Да, значит, стоим. Во сколько лет у Лизы появились первые зубки? Зубки. Так, ну я... Блин, давно ведь это было. О, зелёный свет, поехали. Зубки появились у Лизоньки. Месяца в четыре. Но это прямо вот самые первые. И годику их было уже, ну, достаточное такое количество. Зубастая была уже девочка. Хорошо. А во сколько лет я сказала своё первое слово? Ну, слова-то короткие были сначала. Ну, мама, папа. Папа, мама, дай. Вот. Как же я еду? Ага, вроде я правильно еду. Да, правильно, правильно. Правильно. Вот синяя стрелка, я по красной еду. Да, 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 да. Ну, и ещё до года это было, может, месяцев десять уже там. Мама, папа. Мама, папа. А ты говорила, что я вроде когда была голодная, типа, кричала лека-лека. А, совсем маленькая. Ещё было месяца три даже, наверное, четыре. Вот прямо самые первые ещё до мамы, папы, это было лека-лека. Ты была когда голодная, да, ты говорила, лека-лека, лека-лека, лека-лека. Так соска во рту, и ты её там жом-жом, лека-лека, кушать хочу. Вот, и всё, я быстрее-быстрее бежала домой сразу же тогда с колясочкой тебя отвозила. Ну, вот, да. Прикольно. Да, и кормила тебя. Ты ела много? Ну, как и сейчас. Ела много, девочка. Да. Попробуй немножко... Че, я правильно же еду, да? Да, правильно, попробуй как-то в одной из полос определиться. А, в одной, это обязательно, да? Ну, желательно, ну. Просто никого нет больше? А, ну, если хочешь, я посередине, можешь посередине ехать. Тут же встречки нет или есть? Ну, видишь, что ты сейчас, вот у нас двухполосная дорога, ну, как бы односторонняя, вот. А через вот эту вот траву там уже встречка, поэтому сейчас нам встречка не прийти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, всё правильно. Престраил, вот туда. Да, да. Так, о, сто километров в час надо ехать, написано. Нет, это ограничение сто, ты не обязательно сто, вот. Но, как бы, это ограничение, больше сотни нельзя. что лизе нравится больше всего из маминых блюд из маминых блюд я думаю что картошечка жареная ты любишь до мамину люблю люблю конечно да да и вот мяско по-французски я делаю да это это масса картошечка лучок сверху сыра много-много да да это точно тогда какой напиток лиза больше всего любит напиток лиза алкоголь не пьет совсем практически никогда никогда вообще а кофе тоже очень мало очень редко а вот лиза любит сок да ну да сок 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 любой и вода вода вот любимый налет до воды пьет много до из 5 литровок сразу да а вот интересный следующий вопрос такой обширный как лиза училась в школе по-разному было у нас основа конечно как и все девочки лизочка она училась хорошо четверки пятерки она очень хорошо и гэс дала вот но было и и и двойки были и тройки были было когда-нибудь такое что например тебя к директору там вызывали или к учителю нет были моменты были но я думаю что здесь не лиза виновата была в этих моментах ну и как для любого родителя да так я кстати даже не помню чтобы тебя вызывали но на собрании на родительском один раз мне было озвучено что весь класс ненавидит лизу вот я вроде правильно даже еду да 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 вот и я конечно удивилась таком на момент поворот приехала и они тогда по кругу сейчас еще раз нет давай по кругу не работает можно можно вот мне сказали что весь класс ненавидит лизу и мы просто поменяли этот класс на тот который любит и все проблема до проблем это было в том что лиза оказывается купилась за свою подругу я считаю это нормально я помню у меня была подружка и не очень да да вы пошли на конфликт просто со всем классами я лично тебя понимаю но я сейчас буду кружить тупо на этот на этот съезд нам вот на этот съезд да да я помню тебе классная руководительница вроде бы даже как бы среди всех остальных родителей это сказала что как бы не креста это было педагогически не совсем наверно правильно и не совсем компетентно с ее стороны делать такие заявления в присутствии родителей других которые даже тоже были не в курсе что к весь классном лизу не потому что этого скорее всего не было но там буквально может у некие локальные конфликты не более того она зеленые ехать можно да можно можно как в реальной жизни прямо прямо налево налево сейчас налево налево да как навигатор показывает него подожди так это надо встречных пропустить ой даже если да есть есть я не успеваю но очень хочется а батюшки а нормально мы сейчас вот это немножко заставили ой 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 ну ладно вот расскажи самую забавную расскажите самую забавную ситуацию из детства лизы я по-моему на красный свет проехала ничего страшного ладно бывает ой девочка-то забавная да у меня была очень забавная мы с ней часто ездили летом вместе отдыхать вдвоем были в анапе как-то помню и девочка тоже у меня лиза забавная очень вот она перекупалась в море лазила по барханом по песочным очень долго вот и потом ей стало плохо но ненадолго ой ой так кстати сложно ехать и соображать одновременно и говорить что-то это прям понимаю у меня до сих пор так вот ехать и соображать очень сложно что-то одно получается то есть это это вся забавная история то есть не стану а скорее всего даже не очень такая забавная я так как мать конечно еще то надо было вовремя ребенка вытащить из воды но мне было очень хорошо зато весело да перекупались перекувыркались в барханах в песочных было плохо поднялась температура но мы с этим справились потом а я вроде вообще девочка забавная была у меня кулинар с детства а вот готовила мне коктейльчики из а допустим состав коктейля входила вода газированная зефир печенюшки туда же толкались вот и маме это все преподносилась я помню пробовать красный свет тормозим да 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 я помню я еще как-то вылила жижу из-под арбуза и и тебе в стаканчике принесла типа сок почему нет сок сок сейчас подъеду немножко поближе давай а вот я тебя я тебя вижу нет не вижу в зеркале я еду за тобой за мной да все так зеленый свет мы едем налево да 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 похоже ли игра на ощущение в реальной жизни ты же все таки водитель ну что то есть да то есть имея все-таки какие-то навыки вождения я думаю что ехать проще чем есть и посадить человека который вообще не имеет понятия о том как управлять транспортным средством вот но в отличие от реальной жизни иногда хочется вот здесь вот бросить руль и сделать вот так вот мама не реально злина понятно так не сделала лево-лево налево-лево налево налево нам и чудо логи город да поворачивай машин нет все равно но я поворотник покажу на всякий случай ну давай я подожду поворачивай опа 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 здесь здесь я говорю как-то даже все очень слишком реалистично вот так туда написано да что аж прям вот страшно скажем так вот за рулем просто автомобиля мне и так страшно как здесь а вот расскажи как раз какой у тебя стаж вождения у меня очень большой уже стаж вождения на самом деле лет 20 вот если брать прямо водительский стаж потому что мне уже и страховочку такую хорошую выгодную дают с таким-то стажем вождения ну конечно я получается в девяносто седьмом году уже получила свои права водительские девяносто седьмой год так а сейчас вот то есть до больше 20 лет уже у меня стаж вождения ну какое-то время конечно не водила машину просто лежали право а потом они до пригодились я правильно еду правильно правильно на чем ты училась водить о я когда училась в школе милиции тоже это давно было нас учили вождению на уазиках там была двойная перегазовка то есть я даже ездила на этом я сейчас уже наверное это не повторю то есть здесь мне сейчас посадить уазик куда там двойной перегазовка я просто я только на автомате могу поехали а тогда я ездила и вот на таком уазике я сдавала на вождение нужно было заехать в гору развернуться я понятно смяла все палки какие там стояли и из горы я уже пришла пешком ой дочь пошел а у тебя крестовина такая слева на руле есть я показывала и вот вверх а справа влево налево на и я его батюшки батюшки вот от вот от очень сложно сложно включились дворники дворники не включились я съехала на обочину потом снова заехала крестовина есть дворники влево все вот то есть на уазике тяжело прямо было да да но тогда я могла это делать а сейчас я говорю я уже наверное даже не по вступе дорогу ну это ладно уже наверное даже и не повторю этот трюк вот этот и тем не менее я на уазике я же сдала на права я тогда была молодая красивая ты сейчас красиво поэтому я не могла не сдать мне инспектор написал 0 штрафных баллов и все я пошла хотя я пришла пешком с горы я там у меня заглох уазик и все нормально вот у нас нас учили прям учили в школе милиции мы техническую часть изучали и вождение у нас было а вот двойная перегазовка это вообще как это надо было нажать сейчас я не помню сцепление два раза по моему прямо доедем прям да 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 прямо вот то есть ты едешь есть такая ненужная педаль для женщин сцепление называется вот на нее два раза нажимаешь а зачем-то это все для меня это до сих пор а вот а какая была твоя первая машина у меня был розовый витцик розовый перламутровый витц toyota витц мы ее с дочей вместе выбирали то есть мне некому было подсказать вообще какую надо покупать машину что я знала что мне нужна машина чтобы в том числе вот ребенка возить мы с тобой ты помнишь же наверно просто пошли в салон где стояли подержанные автомобили увидели безумно красивый розовый витц а вот и купили его вот и тебе он очень понравился мне тоже я я помню я прям указала на типа розовую машинку и такая вот это надо а потом у тебя какие были машины но если не секрет если хочешь рассказать можешь рассказал потом у меня у меня уже немножечко надоело тот розовый витц на котором меня все подрезали почему-то мужчины вообще себя вели очень неадекватно вот если женщина едет на розовой машинке все одно ее надо обидеть обязательно поэтому я себе купила черный затонированный ford фокус и прекрасно ездила на нем меня никто уже не обижал на дороге так как на розовом вице ки стереотипы такие что вот раз на розовой машине да да а потом чё nissan жук да да после того как я продала этот фордик у меня был не сам звук вот тоже такая но спорная конечно такая машинка ну мне он очень 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 сильно нравился крестики не в крестики не едем я успела затормозить на когда дождь здесь такая физика что у тебя и тормозной путь дольше и ты и тормозишь сложнее как-то как и в жизни поворачиваю вот едем едем вот и вообще как вот мама ты меня хорошо знаешь как например ты можешь меня охарактеризовать для моих подписчиков какая я какая лиза лиза девочка очень умная умная очень женственная нежная опа 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 ой честное это я в себя въехала вот лиза хороший друг с ней всегда есть о чем поговорить но я же ее люблю еще вот как мамочка то есть даже есть и вот в ней есть какие-то недостатки то для меня это все равно очевидные достоинства вот прикольно это мило да мы с тобой даже как-то об этом обычные не говорили ну вот что прям вот сесть сказать а вот что такого хорошего друг у друге это прикольно что на ролики можем поговорить так но я уже вроде научилась и соображать и ехать а то у меня была только либо то либо то функция включена ой 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 автобус вот как ты относишься к профессии дальнобойщика вообще что думаешь на этот счет я думаю что это очень тяжелый труд а едем едем я в себя въехала опять да я даже ничего не почувствовала нормально так прямо на направо направо да вот сейчас я уже поняла что вот если есть крестики туда не ехать да туда ну как бы в теории можешь попробовать но ничего не получится и вот в принципе дальнобойщик это довольно таки мне кажется все таки мужская профессия а вот как как женщине ну я не знаю мне кажется это тяжело вот как женщинам дальнобойщикам относишься какие есть да очень много на самом деле женщин дальнобойщиц я тоже раньше думала что в основном это только мужчины но на самом деле и женщин прям очень много вот ну как женщинам надо тормозить да мы не едем под поиск мы не едем а под поиск мы не едем а шлагбаум открылся мы едем да да ко все как в реальной жизни представляешь да во наверное будет интересный вопрос ребята многие хотели узнать как ты относишься вообще к тому чем я занимаюсь ну вот к моей деятельности на ю тубе положительно это нравится тебе ты от этого кайфуешь и конечно я соответственно положительно отношусь мне то есть я довольна это в тренде это то чем сейчас занимаются многие то есть с моей стороны до положительная оценка ну холни самое главное это сложно вот я сейчас понимаю что это прямо очень сложно ну я например когда снимаю ролик я могу ехать и без остановки разговаривать даже если я одна еду я могу на запись да я могу просто без остановки говорить 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 я могу не говорить 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 о я тебя сзади вижу да а ты знаешь сколько у меня сейчас подписчиков на право оп стоп 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 так у тебя больше двадцати тысяч подписчиков да можно я свяжу за этим не ну уже больше двадцати двадцать четыре тысячи почти да ну чуть больше да да будет еще больше я надеюсь а как думаешь получится 100 тысяч набрать я думаю да а миллион я очень хочу чтобы был миллион это же определенный успех так и ну это если миллион это уже прям это нереальный успех вот если получится вот я думаю получится так так посмотрим а то тут 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 все хорошо то я разогналась так и вот сейчас вот прямо езжай и зато все теперь поймут в кого у меня такое стиль вождение в игре да такой и чувство юмора нам осталось тут ну а игровым 48 километров это буквально немножко можно сказать что мы уже в городе и я ну да нам тут вот чего осталось надо развязки доехать вот а потом все потом мы доедем уже топливо заканчивается топно мы успеем успеем доехать нам хватит топлива да а если бы не хватило то пришлось бы например либо экстренно дозаправляться либо на заправку ехать вот меня кольца смущают как-то в жизни вот это вот самая нелюбимая ну да не нравится мне кольца не нравятся идут они еще маленькие в реальной жизни то огромные бывают кольца неудобные он ну я в реальной этой жизни на такой машине то не знали было бы интересно хотела бы попробовать да сейчас понимаю что интересно было бы прикинь на такой махине здоровенный едешь поворачиваешь что же красно женщины водят до женщины вводят на самом деле реально много женщин которые тоже дальнобойщицы но конечно мужчины как бы подавляющее большинство нам прямо если что съезд направо сейчас будет скоро вот ты как уже уже здесь подожди подожди уже здесь да 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 вот этот съезд вот на него и заезжаю ёшечки а ты по навигатору то есть не очень понимаешь куда ехать я пытаюсь понимать но не очень ой ой у елки зеленые куда-то тормозить то надо же ладно бы не перевернулась а кстати если перевернешься чтобы ну свободной камерой можно будет поставить тебя на место вот либо все на и то ученица вон ушки батюшки и прямо хочешь проверить до чтобы все там прямо вот кто ущерб будет восстанавливать там помяты это уже можно устройство кто будет делать ну это уже как бы мы не знаем это нас уже не касается мы просто сваливаем уезжаем камера если будем думать что компания за нас заплатить очень компания много на которую мы работаем вы что потом из зарплаты то я там уже на мяло я уже буду работать как раб а вот ты ложечки 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 все хорошо ущерб 6 процентов нормально это еще не много это немного эти какие-то интересные отношения со знаками на дорогах ты прям все сжигаешь мама направо ладно есть сюда лазерна ладно езжай пряжи у меня просто ага вот сейчас я можешь прямо мы сейчас все надо едем туда нормально все он и вот на следующем на следующем перекрестке вот здесь вот там вот направо короче поворачиваю потом да 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 сюда да вот тут направо а вот ты как взрослый уже состоявшийся человек какой совет ты можешь дать вот на при меня просто смотрит очень много молодых ребят которым там 17 16 лет вот которым 20 как мне вот например какой бы ты дала самый главный жизненный совет совет пред касающийся чего в принципе вот жизни просто жизни что самое главное какой вот самое главное в жизни ничего не бояться и делать то что тебе нравится кайфовать от жизни жизнь она одна кайфуйте как бузова кричала помнишь кайфуйте зала права направо-направо-направо-направо-направо-направо здесь направо-направо это там я мамам нет вот сюда нужно было назад 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 налево точнее надо было господи я включу мозг вспомнил раз у нас есть назад сюда ко мне сдавай и задом и налево в компанию я тебе тоже кричу направо она даже налево господи потому что у женщин не развита я specialized мозг не развиты и вот в нем сейчас эти скажу что у нас не развита просто если у женщин много женского гормона эстрогена он ответственные вот за пространственную вот эту ориентацию и вот его когда много мы вообще не понимаем где право где лево вот этот женский гормон он нами управляет и не дает нам думать думать да а ты куда едешь скажи пожалуйста мам все на все куда нею она кричит за мной я поняла но я вот что-то вы прям вот на мой только лишь лишь бы не в столб так поняла и мне сейчас надо ехать назад нет вот видишь где я прямо еще и вперед и налево за мной в компанию вперед вперед назад ты видишь меня вот я сейчас вперед еду выезжаю на дорогу потому что я была почему-то нам вот ты и она была за мной за мной за мной и вот сюда вот на зеленый флажок я мяло обочину а вот все я за тобой и ты ей вмешаешь ты можешь уже сквозь меня ехать да да божечки на зеленый флажок заехала на зеленый флажок почти мне так страшно ехать сквозь тебя я отъеду в тут написано финиш да вот это да я нажала enter на enter а где enter на вот счастье подъезжаешь на зеленый у тебя должно загореться на enter нажать а на enter нет ты должна грузович ком находиться на зеленой метки они в они прицепом сдавай назад чтобы поехать назад я должна что сделать нажать на тормоз а еду назад так 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 еще 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 вот стоп так нет теперь еще вперед а вот на эту зеленую штучку да я должна это зеленую штучку вставай в ой теперь я вижу о ее ешечки а чтоб поехать вперед мне что сделать я вижу там прицеп зеленый светится мне туда надо да да вот вот зеленый значок за знаком вопросы перед тобой вот на него вставай и у тебя высветилось уведомление чтобы ознакомиться с текущими заданиям нажмите enter или enter нажми enter так ой парковка прицепа да выбирай ты конечно можешь рискнуть и попытаться задом вместе с прицепом припарковать можешь нажать посередине и это будет обычная парковка то есть приехать вперед налево повернуть аккуратненько встать либо же вообще без парковки если думаешь что не припаркуешься а я думаю что они припаркуюсь ну тогда последнее нажимай да и все так тебя сейчас там вырезать такое уведомление о том что ты вот отвезла груз сколько тебе там денег заплатит и все такое да груз груз моцарелла доставлен нажимай продолжить показать результаты а продолжить как так и теперь ты в главном меню находишься до нажимай снова а вот все ты ведь и вы в игре или в главном меню ну вот у меня здесь есть машина я вижу перед собой с оленем я кнопку не в игре у кнопка в путь да а все в путь я еду принципе груз мы доставили можешь на месте мы вместе стоим да да и на этом моменте ролик подходит концу очень надеюсь что вам понравилось обязательно ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал если вы на меня еще не подписаны на мы встретимся с вами в следующих роликах и стримах всех целую обнимаю и всем пока всем пока девка за руль и